В группе два сотрудника городской администрации. Они патрулируют набережную. Курортный сезон соблазн расположиться со своим товаром без разрешения слишком велик. Эта бочка с квасом стоит в 100 метрах от места, указанного в договоре на аренду муниципальной земли. Пока выясняли все нюансы, другой ларек с квасом попросту закрылся, причем в разгар жаркого дня. С этим объектом еще будут разбираться. На аналогичный объект на перекрестке Пушкина и Гоголя выписали протокол. Обычно штраф составляет от 1 до 1500 рублей. В эти дни во всех смыслах жаркие. Город обходит 23 таких мобильных группы. В самой Анапе, а также в сельских населенных пунктах, патрулируют в две смены. Работа начинается в 11 утра, заканчивается в 2 ночи. За месяц было выявлено более сотни нарушений. Несанкционированной торговли меньше. По отношению не к тому году, а если взять года 3-4 назад, то достаточно меньше, в 2-3 раза. Самые распространенные нарушения – это мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах. Это так называемые установленные столики. Сейчас очень много квасных точек, которые без разрешения работают. Составляем протоколы. В администрации поясняют, что те, кто торгует без разрешения, не платят деньги в бюджет. А это ремонт дорог, благоустройство, новые коммуникации, места в детских садах и многое другое. Кроме того, нелегальные торговцы могут позволить себе установить цену ниже, чем у добросовестных предпринимателей, создавая нездоровую конкуренцию. Одной из крайних мер может быть конфискация товара и самой несанкционированной точки. Если нарушитель будет упорствовать, то специальная межведомственная комиссия вынесет решение о демонтаже. Его опубликуют в газете, давая возможность самостоятельно провести демонтаж. Затем в ход идут краны. Ларек отправляется на штрафную стоянку.